В Югре за январь жители перевели мошенникам 90 миллионов рублей. Полиция округа завела 186 уголовных дел против дистанционных аферистов. Схем обмана кражи данных у злоумышленников достаточно. Среди них взлом личных страниц в соцсетях с последующей рассылкой подписчикам сообщений о какой-либо трудной жизненной ситуации и просьбы перевести деньги. Нередко данные пластиковых карт воруют, создавая копии официальных сайтов каких-либо популярных компаний. Рассылают сообщения со ссылками, переходя по которым в третьи руки попадают занесенные в память телефоны номера и пароли платежных средств. Одним из самых популярных способов обмана остаются телефонные звонки от псевдосотрудников банков, которые убеждают собеседников, что их личные кабинеты взломаны, а неизвестные берут кредиты. Чтобы помешать, им нужно оформить зеркальные займы и перевести их на некий безопасный счет, которого на самом деле не существует. Вновь набирает популярность схема аферистов, когда они звонят жителям, представляясь близкими родственниками, и в слезах описывают драматичную ситуацию, итогом которой стало задержание и уголовное дело. Избежать преследования можно, откупившись. При поступлении подобного рода звонков, прежде чем предпринимать какие-то действия, положите трубку и попробуйте с этим самым родственником связаться. Далее нужно сообщить о звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать денежные средства. Продолжение следует...